Смолдор 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 Вот и настало время поговорить о том, за что эту машину любят многие игроки, в том числе и я. И таких вещей здесь не так уж и много, однако они точно перекрывают с лихвой все недостатки этого аппарата. Начнем мы пожалуй с обзора. Обзор у нас составляет 400 метров и является топовым среди всех легких танков на 6 уровне. Второй показатель, который всегда у нас сопутствует обзору, это незаметность. И она у нас на уровне, составляет она 0,25, что является хорошим усредненным показателем для всех легких танков. Так как танк у нас легкий, в преимуществах у него обязательно будет подвижность. И действительно, подвижность у этого танка есть, однако я не могу сказать, что он прямо очень хорошо крутится на месте и разгоняется как Формула-1. Его подвижности будет хватать только на то, чтобы убежать с одного направления на другое, либо сменить фланг в нужный момент. Ну вот мы и добрались до самого вкусного в нашем танке. И этим самым вкусным у нас является орудие. Точность этого орудия очень хороша и составляет 0,12, если вы не усиливаете этот параметр командиром и экипажем. Ну а с командирами и экипажем у вас точность будет составлять 0,08, что является очень хорошим показателем, а если к этому еще прибавите классовую особенность легких танков, которые не теряют точности, пока не наберут 40% максимальной скорости, то мы получаем очень классный агрегат для набивания урона и очень быстрых выездов из угла на противника. Также эта машина обладает очень хорошими показателями сведения и времени перезарядки орудия. Ну и к этому всему не лишним будет добавить то, что наш танк имеет целых 3 комплекта дымов, что помогает нам выживать на поле боя в некоторых очень сложных ситуациях. Так давайте же разберемся, как стоит использовать этот агрегат на поле боя, что он из себя представляет и что он вообще может. И хотя первый мой совет достаточно очевиден, на этой машине он имеет решающее значение. Никогда не ездите на фланге в одиночку и всегда находитесь там, где вы 100% уверены, что союзники смогут вам помочь. И исключение из этого правила может быть только в двух случаях. Если это конец боя, или если вам срочно нужно кого-то объехать, чтобы поддержать союзников, иначе вы можете проиграть. Вторым правилом хорошей игры на Стингрея будет сохранение дистанции между вами и противником. Никогда не подъезжайте к противнику в диапазон дистанции средняя и близкая. Оставайтесь всегда на средней или дальней дистанции от него. И этим пунктом мы можем убить сразу двух зайцев. Во-первых, у нас есть преимущество по точности перед противником, потому как точность 0.8 мало у кого есть в игре. Ну а во-вторых, наш сарай на дальних дистанциях можно за что-нибудь спрятать. Ну и конечно к этому можно добавить, что если вы хотите хорошо играть на Стингрей, вам обязательно надо знать все карты и конкретно те укрытия на этих картах, за которые вы можете спрятаться. Но если вы вдруг оказались на близкой дистанции с противниками, не отчаивайтесь, играть так тоже можно. Однако, это требует большой концентрации, микроконтроля карты, отслеживания перемещений всех противников, которые находятся рядом с вами, в том числе направлений их стволов. К тому же, как я и говорил, Стингрей имеет целых три комплекта дымов. Конечно, пользоваться ими нужно аккуратно и в случаях крайней необходимости. Однако, большинство игроков в рандоме почему-то вообще забывают, что у них есть дымы. Либо просто очень сильно их недооценивают. И тут мне, конечно, хотелось бы отметить, что дымы на близкой дистанции к противнику, то есть почти в упор, работать не будут. И толку от такого отстрела не будет никакого. Ну и, конечно же, многие игроки почему-то не понимают того, что дымы не спасают ни от снарядов, ни от птуров. И если вы идете по очевидной траектории за дымом, то, скорее всего, даже птур, выпущенный в вас, достигнет своей цели. Ну вот и пришло время поговорить о модулях и командирах на этом танке. Касательно командиров, тут все очень неоднозначно. Я выбрал для себя два варианта. Либо Сабрину Вашингтон, либо Филипп Хольцкау. Первое даст вашему танку незаметности, в том числе незаметность во время стрельбы. Плюс, конечно же, обзор. Ну а Филипп даст вашему командиру обзор и точность. И лично я проходил с Тингрей именно с Филиппом. Также на этой машине у нас есть три ячейки под модули. Одна из них общая, вторая на защищенность, и третья это оснащение. В общую ячейку я вам рекомендую поставить модули, которые позволят вам уменьшить время перезарядки орудия. В защищенность можно поставить любой модуль, который у вас имеется, однако я бы выбрал боевое отделение. И в последнюю ячейку я рекомендую ставить без вариантов оптику. Я думаю, многие из вас уже поняли, что Стингрей это однозначно машина не для новичков. Но если вдруг вы выбрали себе какую-либо другую ветку в качестве первой, и выкачали ее уже до высокого уровня, а сейчас находитесь на некоторой развилке, выбирая между прочими вариантами, тогда мой совет вам, выберите, пожалуйста, легкие танки. А все дело в том, что легкие танки в нашей игре очень хорошо учат играть. Причем учат играть они очень быстро, но больно. Так что если вы вдруг решите последовать моему совету, будьте готовы, что эта ветка может стать самой сложной для прокачки. Ну а на этом у меня все. Если вы урвали для себя кусок полезной информации, пожалуйста, оцените это видео и подпишитесь на мой канал. К слову, следующее видео у нас будет по карте Вечная Мерзлота. До скорых встреч!